Современно и креативно. Во дворе дома номер 69 по улице Дорогобычевская полный порядок. Цветы вырезаны из деревьев фигурки и даже предупреждения на табличках. Сюда так и напрашивается детская игровая площадка. В подъезде морская флора и фауна. Хотя началось всё совсем с другого. У нас в принципе началось всё с парковки. То есть у нас актив молодёжи, он организовался вот этот вот круг именно из-за парковки. И там уже начали подтягивать людей. То есть ходили своими ножками по соседям, собирали денежки. И идеи какие-то нам подсказывали. Соседи смотрят, что преображается двор, что действительно интереснее, лучше, становится красивее. И все по чуть-чуть начали активно участвовать. И договорились, что будем уже вместе развивать двор дальше. Доводить до совершенства. Совершенству, как известно, нет предела. Поэтому полёт мыслей у жильцов не останавливается. Наоборот, в каждом дворе своя изюминка. По улице Октябрьской у дома номер 66 – пылесадник. За ним все ухаживают, его оберегают. Жители уже наносят последние штрихи к первому этапу конкурса по благоустройству. Цветы все хорошо, что цветут. В подъездах уборка проведена. Сейчас вот красим лавочки. Вечером будем красить бордюры. И будем также декорировать дальше все наши элементы архитектурные. Думаю, что наш двор может завоевать звание «Лучший двор города Димитровграда». Мы очень надеемся, что у нас будет всё-таки игровая площадка. Активность жителей – шаг к победе. Всего в конкурсе участвуют уже более 40 дворов. Оценивать результаты будет специальная комиссия. Будут включены депутаты, которые активно участвуют в этом проекте. Будут включены и сотрудники администрации. Но главное, чтобы эта комиссия состояла максимально из жителей. Чтобы они сами оценивали результаты деятельности своих коллег. Комиссия подведёт итоги первого этапа конкурса 15 августа. Но на этом жителям останавливаться не стоит. Благоустроенные дворы и дальше будут получать щедрые подарки. И новые игровые комплексы – только начало. Мария Сафронова, Александр Абрамов, Вести Ульяновск, из Димитровграда.